друзья всем привет но сегодня у нас суббота последние выходные мая 2019 года и мы с вами отправимся в юру музей вот билетик нарисованная мы видим цена 7 евро вот наш пропускной пункт так что идем и смотрим наслаждаемся я обязательно все вам покажу и по ходу буду делать камень делать комментарии то что я вижу комментарии не профессионала а просто просто чудака вот мы и подошли к аквариуму видим аквариум с и начинается наше приключение видим все мы начинаем для меня кажется вообще есть неинтересно пойдем посмотрим то что неинтересно ребят я даже и останавливаться на этом не буду проходим сразу же не понимаю стрелочка идет у нас вот не сюда стрелочку нас туда показывать стрелочка у нас показывает вот наверх в прошлом году был в этом году понимаю что все 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 забыл мне бы сразу хотелось бы тут искупаться тут у нас плавают ровно хотел сказать и грят а тут у нас плавают ну просто кто это я забыл так что-то так по-русски ровный тюлени моржи вот думаю не будете судить строго не обидеть и так знаете меня за шага той все ты пойдешь отдельно со своей камерой потому что тебе надо снимать свой ролик да мне надо показать ролик мне хочется показать вам поэтому буду верить будете не обижаться но вот смотрим что мы пока видим за полтора года ничего не изменилось стоят различные как мне кажется неинтересно всякие скульптуры сайты девушка что-то рассказывает кинозаура эра какая-то посмотрим кораллы как мне чуть ли не искусственный и идем идем дальше народу сегодня не так много завтра 40 лет юбилей океана риму ну вот этому юра смуза есть морской музей в литве и поэтому завтра все бесплатно сегодня 7 евро поэтому люди не идут сегодня местные до точно экономит а завтра тут будет просто просто фантастически много народу смотрите как это у нас все сверху выглядит сейчас очень хорошо свежо я даже повточку расстегнул потому что сначала было поле на улице душно то ли непонятно что вот нас морской аквариум кто у нас плавает пока я не вижу ни одной живой души вот это я помню меня тоже в аквариуме вот видите вот эти не актини как-то их называла как они назывались я их с помощью шприцов бомбил горячим кипятком шприцом-шприцом избавлялся люди что-то смотрят что это у нас какая-то малютка сандара короче не знаю это место отдохнуть хорошие тут кто-то живой точно есть потому что видим кто-то прячет кто-то выплывает ракушки открытые мягкие кораллы какая-то рыбка одноплавая но пойдем дальше пока пока ничего интересного мы не увидели как для меня меня знаете интересуют рыбы 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 аквариумы рыбы 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 черепахи опять же не было заставить внимание и идем дальше дальше об это пусковре смотрю как-то таких рыб ловит и едят надо идти обязательно смотреть под ноги темно я пытаюсь камеру участку прыгнет кусят камеру уровень и все тут конечно душно вот красивая композиция акулы как из фильмы челюсти сегодня обязательно куплю я еще сувенирчики я видел там звезды морские еще что-то очень интересно что у нас тут тут я не знаю что мне тут стало не интересно мы идем эти стрелочки вниз и опускаемся будем смотреть что у нас очень много туристов ну так сказать туристов из латвии сейчас слышу латышскую речь и очень много на стоянке машин с латвийскими номерами вот тут прикольно фух сразу же хандишечки сразу же красивые рыбы прикольные видим толщина рива такая местная это сказать фауна местная рыба местный хреб литовский хреб так и написано вот у нас тоже все на литовском написано то что я даже честно плотва это я узнаю окуня хорошо остальных уже вот вот у нас и окунь окунь и щупа наверно нет это не щупа то это ребят подскажите похоже на щупа нет вот акушата смотрите какого размера какие красивые окунь это реально красивая рыба мне она тоже дико дико нравится это тоже у нас местная фауна рыба вот у нас рыба там было легко рыбаками любые новые прячься даже 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 красота да и только кто у нас тут морской ешь посмотрите аквариум да как лупа давайте оставьте рыба бычок кто даже не знаю дико классно выглядит и опять интересный аквариум и рыбка такая же самая как я показывал в лондонском океана рима аквалай все лайф называлось настолько сливается с травой что даже не определить трава это или рыба если не будешь приглядываться если в принципе ты купаешься даже не знаю что это рыба я думаю что ее в принципе в таких зарослях из них много будет очень очень тяжело определить и увидеть потому что я сейчас поднимаюсь на второй этаж будем смотреть дальше продолжаем нашу экскурсию очень многое вообще просто около этих аквариумов собралось туристов это у нас отдел морских аквариумов опять же как я говорил я не большой любитель морских рыб почему не любитель потому что дорого содержать два раза я обжигался два раза у меня умирали рыбки поэтому постоять посмотреть могу но мне бы хотелось побольше что-то пресного что-то интересного это у нас кардиналы видим кардиналы довольно в большом количестве опять же очень мало кораллов живет что-то подошла и как подошла разворачиваюсь уже 20 человек стоит а мы идем дальше не знаю будет у нас дальше что-то или нет я думаю что будет не может быть такой маленький кто-то придерживает кто-то придерживает кто-то придерживает я хочу интересные какие-то рыбубавочки Тут у нас кто-то прячется, кто-то выплевывает. Смотрите, тишина. Экскурсия прошла, как лавина. Потом все тихо и хорошо. А мы продолжаем дальше. Кто у нас будет? А, мы отпускаемся в подвальное помещение. Что-то у нас было в прошлом году. Даже не помню, что было. Я бы очень хотел увидеть аквариумы с зеленью, с травой. Потому что пока еще такого гневителя. А, ну да. Это у нас стандартный будет проход. Проход, где, наверное, плавают акулки там. Это экскурсия. Это дельяй-эр-шкэта и русский-эр-шкэт. Соотношение тоже будет. Но, где-то я раскрыл. Колольно! Сверстие, раппали, прячут на русском языке. Стандартно. И... Вон, выход. Посмотрим, что на выходе. Продолжаем нашу экскурсию. Что мы видим? Это веселых пингвинчиков. Пингвинчики плавают, как подорванные. Вот. Вот. Пойдем посмотрим, что дальше. Я думаю, там ничего не меняется. Я думаю, вам это точно неинтересно будет. Посмотрим, что у нас дальше. Не знаю, вот такие рыбки. Там у нас уже близко, я так понимаю, что это, наверное, выход. Что-то у нас красивое еще есть. Моржи-цюлени. Плавают 10 квадратных метров. Наверное, штук 5. Ну, не совсем он тут хорошо. Наверное, добавляет себя. И тут уже, наверное, какие-то отделы музея. Да. Картины. Картины моря. Все. Это, опять же, наша экскурсия, которую, наверное, я уже по красному. Миза показывал. И, наверное, дальше будет уже выход. И, наверное, дальше будет уже выход. Ну, давайте начнем. Майка, да? Прикольная майка? 55 евро. Отъехали. Вот. Типа с пингвиненком. 20 евро кофточка. Да. Да-да-да. Эти сувениры покупать я не собирался. А собирался немножко другие, которые связаны с аквариумом. И потом планирую повесить. Здесь магнитики мы уже покупали. Такие же самые. Магнитик стоит 3 евро. Нет. Цельно нормальные. На магнитике стандартно 2-3-4 евро. Вот какие-то 170 евро. Это я не знаю, что. Что, чему и почему. Кофточка 35 какой-то. И вот на этом мы выходим на улицу. Ох, свежо, хорошо. И направляемся через 14-16. Через 44 минуты у нас представление дельфинов. Пойду смотреть на дельфинов. Ну, дельфинов, наверное, ребят, вам показывать не буду, потому что в прошлый раз показал. Не очень ролик зашел. То есть комментариев было мало. Значит, я понимаю, что людям неинтересно. Значит, показывать не будем. Все, ребят, на этом видео заканчиваю. Вот это у нас. Литовский Клопедий. Музей. Морской музей. Аквариумы. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть этот 10-минутный ролик. Не потратили зря свое время. А мне приятно. Поставите лайк или комментарий. Всем пока. Всех обнимаю. Всех люблю. Всем чау-чау-чау. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok